Фомина Ирина Александровна. Сегодня я вам расскажу стихотворения, которые зацепили меня и на всю жизнь стали моими любимыми стихами о войне. Первое стихотворение называется «Родина». Его написал Константин Симонов. Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткою меридианов, непобедимо широка горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг, когда припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке, Ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал. Ты вспоминаешь родину такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивником. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтобы видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, да, можно голодать и холодать, идти на смерть, но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. И следующее стихотворение, это стихотворение Юлии Труниной, называется оно «Комбат». Когда, забыв присягу, повернули, в бою два автоматчика назад, догнали их две маленькие пули. Всегда стрелял без промаха комбат. Упали парни, ткнувшись в землю грудью, а он, шатаясь, побежал вперед. За этих двух комбата тот осудит, кто никогда не шел на пулемет. Потом в землянке полкового штаба, бумаги молча взяв у старшины, писал комбат двум бедным русским бабам, что смертью храбрых пали их сыны. И в сотый раз письмо читала людям в глухой деревне плачущая мать. За этих двух комбата кто осудит, никто его не смеет осуждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...